Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Ман Юнайтед ФК-24, карьера с измененными настройками бегунков, и у нас сегодня серия стартует противостоянием против Манчестер Сити. Холланд и Хойланд лицом к лицу встретятся сегодня, и посмотрим, кто же окажется сильнее. В прошлой серии у нас все-таки получилось выиграть один матч в Лиге Чемпионов, посмотрим, что будет дальше. Сегодня у нас игры чемпионата, а также игра против Астон Виллы в Карабао Кап. Потихонечку, помаленечку, мы пока что удерживаемся на первом месте, мы пока в отрыве аж на 5 очков от Нью-Касла, и очень хорошая разница забитых и пропущенных. Во втором сезоне команда играет, по крайней мере в чемпионате, мы это очень здорово ощущаем, у нас 8 побед и 1 ничья. Вот состав Манчестер Сити, как мы видим, у них появился Родриго, не из мадридского Реала, но это довольно интересный, конечно же, трансфер, это усиление, акцент сделан как раз-таки на нем, он один из ключевых игроков нападения, и у них последних 5 матчей, 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Ну а вот, друзья, состав нашей команды здесь тоже не без усталости, сегодня мы вынуждены выпустить МакТомина, сегодня с первых минут выходит Эриксон, потому что Вирц очень сильно устал, на целый матч его не хватит, ну и собственно, именно поэтому сегодня состав выглядит следующим образом. Ну а вы, ребята, поддержите это видео максимально своими лайками, если здесь впервые, то подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в закрепленном комментарии в наш Телеграм, там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований, все будет под рукой. Там же в Телеграме есть ролик в закрепе по настройкам бегунков для усложнения вашей карьеры, он подходит не только к ФК24, но и к 23 ФИФЕ, кто-то в 21 настраивал, так что пробуйте, тестируйте, немножко изменяйте бегунки, если где-то что-то не так, на ваш взгляд. Ну и также переходите на мой второй канал с прохождениями, его название Фандом Лига, ссылочка также есть в закрепленном комментарии, на втором канале у нас прохождение сюжетных игр. Тоже всем буду рад, ну а мы отправляемся на первую игру. В прошлом сезоне с Манчестер Сити у нас постоянно были рубки, в чемпионате мы им уступали, и тогда, помните, у них была какая-то черная полоса, и когда мы в первой половине сезона с ними встретились, они у нас выиграли, по-моему, даже крупно, и после этого набрали очень хороший ход. Но, тем не менее, мы смогли их два раза обыграть в Лиге Чемпионов, и там как-то у них игра не задалась. Посмотрим, что будет сегодня. Конечно, Родриго в их составе, я думаю, добавит еще большей опасности у наших ворот. Но, ребята, нам тоже есть чем ответить. У Хойланда сейчас 10 голов забито в чемпионате, он лидер по забитым голам Бруно Фернандеш, лидер по голевым передачам, а Нана лидер по сухим матчам. Ну, сейчас Родриго Судоджи здесь на фланге борется. Холланд выдает на Фила Фодена, и это 1-0. Вот так вот Манчестер Сити забивает. Как-то у них сегодня на стадионе совсем блекло, я не знаю, постоянно что-то с цветами. ФК-24, но и здесь не накрыли мы Холланда. И Фил Фоден забивает свой четвертый гол. Вот так вот по-хозяйски Сити начинает эту встречу. Но я не знаю, Сити вот в чемпионате совершенно другая команда, нежели была в Лиге Чемпионов с нами. МакТоминай здорово выставил ножку, и уже Антони набирает скорость. Холланд не успел выкатить партнеру в центр. И в итоге здесь уже приходится бороться. Холланд, передача в центр, Эриксон набирает сейчас скорость Эриксон. Бруно Фернандеш забить! Но тут классно действует Эдерсон. Вот и наш момент, 14-я минута. Мы сегодня тоже не собираемся отсиживаться у своих ворот. Пошла подача Швидой, момент, удар. А добить получится. Ребята, кто-то еще упал из наших игроков. Родриго. И Анана. Анана вступает в игру. Но вроде МакТоминай поднялся. Да, у МакТоминай травма. А там особо и поменять-то некем. Рэшфорд, это что? Ну что ты делаешь, Рэшфорд? Я отдаю пас на ход. Он отдает пас, просто ковыряя его ногой куда-то в сторонку. И 2-0. 25-я минута. Это Альварас. Ну вот стоило потерять мяч. И Сити тут же наказали. У нас нет других вариантов, кроме как выпустить вместо МакТомина Варана на позицию опорника. К середине первого тайма мы потеряли одного игрока своего состава. Но тяжело. Вот с таких матчей очень тяжело начинать серию. Потому что искусственный интеллект играет все время на пределе. Им волноваться не нужно. Родриго. Здорово здесь качнул. Мартинес. Хороший пас на Холланда. Снова Дебрюйна. Переводит направо. Родриго. Родриго. Холланд. Задействует всех игроков. Канцелу здесь уже подошел. Ну вот как они просто буквально скользят с мячом в нашу штрафную. И третий залетает. А это уже Эрлинг Холланд. Дома, конечно, сейчас Сити очень хороши. Но здесь опять. Опять какая-то паника. Вот примерно то же самое, что у нас получалось в Лиге Чемпионов в первых матчах. Просто мы ничего не можем сделать. Стоило поменять что-то в составе. Команда перестала играть. Ну и Решфорд сегодня вообще ничего не показывает. Холланд. Ну а там Эдерсон. Она на сегодня, к сожалению, ни одного вот так не отбил. Подача есть. Момент. Удар. И снова Эдерсон. Ну как? Как он это вытаскивает? Но Решфорд. И посмотрите, Сити как будто на несколько игроков больше. Сбивают Хойлунда. И штрафной. Это, ребята, шанс. Бруно Фернандеш. Разбег. Удар. Один гол отыграли. Один гол мы отыграли. 3-1 под занавес первого тайма. Ну а снова, ребят, снова за свои ошибки поплатились. Не вошли вовремя в игру. Получили первый быстрый гол. Потом ошиблись. Получили второй. Передача на Бруно Фернандеша не прошла. Как-то вот хаотично начинает команда бегать. Я не знаю. Стоило поменять несколько игроков основного состава. И все. Они как будто какую-то панику словили. Здесь хороший розыгрыш. Передача пяточкой. Филфодан. От Деликта пытается уйти. Подача в штрафную. Удар. Если бы сейчас еще это залетело. Ну. Я вообще не знал бы тогда, что нужно делать. Родриго. Ну. Зато вот такое залетает, ребята. Канцелу забивает четвертый. И вот сегодня в этом матче Анану просто выключила из игры. Ну. Посмотрите, как он вообще пропустил. Где там мяч пролетел? Ну. Это. Это просто. Я не знаю. Ты лупишь поворотом. У них Эдерсон все отбивает. У тебя Анана пропускает просто вот. Ну. Там больше негде было пролететь мячу. Кроме как вот в этой дырке. Между ногой и штангой. Родриго выходит у Монсити. У нас ребята выходят Гарначо вместо Решфорда. Сегодня я не знаю, что с Решфордом. Ну. Просто. Ни одной передачи толком у него не получилось. Ну. Быстрые голы. Быстрые голы сразу же отключили нашу команду. Вот это вот. Я не знаю. Очень частая такая фишка 24 фифы. Когда ты либо забиваешь, либо пропускаешь. Очень быстрый гол. То либо твоя команда, либо команда соперника просто играть перестает. Еще момент. И 5-1. 5-1 ребята. Это было первое спасение Ананы. Но к сожалению. На добивании все равно оказался футболист Сити. Хойлон. Хороший пас на Гарначо. Гарначо пытается скинуть соперника. Антони. Не вышло. Не вышло ребята. Ну и все. Две минуты добавил арбитр. Ребята. 5-1. Мы отлетаем от Сити. И вот посмотрите. Ну ничего не менялось. Те же самые настройки. Посмотрите как Сити играет в чемпионате. И как мы с ними играли в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Ну как будто две разные команды. Я не знаю как работает эта игра. Когда у вас одна и та же команда в разных кубках. В разных турнирах играет просто по разным. Ну ладно. Отлетели. Нужно забыть. Мы пока еще первые. Нужно готовиться сейчас к кубковому матчу против Астон Виллы. Ну а Ман Сити с победой. Молодцы. У нас 1-8. Карабао Кап. Мы встречаемся с Астон Виллой. Тоже довольно непростой соперник. Посмотрим на их стартовый состав. 4-4-2. Три победы. Одна ничья. Одно поражение. В принципе по-моему так же как и у Манчестер Сити. И ребята. Давайте посмотрим на наш состав. Сегодня он получше. Сегодня Казимира. Вирц. Сегодня Фримпонг выходит. Ну и будем надеяться что игра хотя бы с Астон Виллой у нас пойдет. Поехали. Ну я уже сто раз говорил что вот лично мне когда я сажусь записывать серию. Когда я еще так скажем не вкатился в игру. Сложно. Сложно. И комментировать и играть вот с такими командами как Сити. Потому что концентрации еще особой нет. Ты так как-то только втягиваешься. Ну и в итоге заболтались. Заигрались. Пропустили. И наполучали по заднице аж 5 голов. Мы будем надеяться что сейчас хотя бы в Карабао Кап команда что-то продемонстрирует. Но с Сити у нас даже моментов то особо не было. Ну как не было. Были которые спасал Эдерсон. Ну и единственный штрафной. Вот самое забавное. Да сколько мы били штрафные по ходу сезона. Они никогда не залетали. А здесь когда этот штрафной в принципе ничего не решал. Мы смогли его забить. Фримпонг. Ну и куда? Куда вот полетел Хойлун сейчас? Антони хотел обхитрить здесь соперника. Сделать вид что будет отдавать передачу партнеру. А сам прорваться в штрафную. Но не вышло. Но вот здесь зато потеря. Казимира. Мяч ему так легко достался. А он так легко его отдал обратно. Здорово. У Доджи. Можно подавать на дальнюю. Рикошет. И что? Пенальти? Слишком долго думал об этом арбитр. Что это за идиотизм? Он же увидел, что от руки мяч рикошетит к вратарю. Ну посмотрим. Было ли что-то? Ну да. От руки мяч полетел. В сторону. Только почему так долго принималось решение? Бруно Фернандеш. Точно в 9. Не знаю почему, но Бруно Фернандеш второй раз отказывается забирать мяч. И просто зависает на линии. 1-0. Мы забили. Станет полегче. Но опять-таки. Еще ничего не решено. Ну и вот просто забили первыми. Может быть Сити... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну здесь надо карточку давать. Если РФ пожалеет соперника, то дальше будет только хуже. Желтое есть. Так вот если бы Сити, может быть мы забили бы первыми в каком-то моменте, то игра бы пошла совершенно иначе. Вирц. Не попадает. Здесь очень неплохо. Футболист остановил и прошел. А вот тут передача вот примерно такая же, как у нас в матче с Манчестер-Сити. Рэшфорд отдавал. Ну и вот, ребят. Вы видите сами. Астон Вилла пропустил. И вот у них такие же пасы пошли. 23-я минута. Подача в штрафную. И Анана... Вышел. Мяч забрал. Побыстрее его вкидывает на Хойлунда. А Хойлунд на Антони. Не самый лучший пас, но Антони отборолся. Но Астон Вилла молодцы. Бруно Фернандеш. Гарначо. Разгоняем новую атаку. Гарначо пытался закинуть, но здесь Минкс. Классная разрезающая передача. Мартинес пролетает мимо. И что? И штрафной, ребята. Удар есть. Каркас ворот спасает. А здесь с трудом, но смогли мяч выбить. Антони ударить. Не успел. Пас на Хойлунда. Тот одним движением прокидывает. Хойлунд. Мощно бьет в ближний. Но... Галкипер на месте. Начинаются вторые 45 минут. Как я понимаю, ни у нас, ни у Астон Виллы никаких замен нет. Играем теми же ребятами, которые вышли в начале матча. Но и Астон Вилла уступает. А нам нужно попытаться додавить. Один-то мы забили, но, ребята, скользкий счет. И вот сейчас Диаби появляется на поле. Удар. И снова что перекладин, ребята. Снова перекладин. Опаснейшие штрафные в исполнении футболистов Астон Виллы. А здесь Гарначо. Здорово. Одного прошел. Гарначо идет дальше. Ну, а тут уже готовы были с ногами мяч вырвать. И хороший пас на Гарначо на ход. Гарначо. Мяч прокидывает. Хойлун. Бруно Фернандеш. Классный удар. Но вратарь успел. Успел увидеть. А вот здесь... Ну, а вот и наши замены. У нас выходит Малин. Выходит Решфорд. Выходит, ребята, Эриксон и Инасио. Вместо Хойланда. Вместо Антони. Вместо Бруно Фернандеша. И вместо Деликта. Решфорд. Ну, вот хотя бы с удара сразу вошел в игру. Потерял мяч. Но сам же исправился. И тут же отдал его обратно. Вот сегодня, как будто, знаете, всю технику наших игроков просто отключила. Вирс. Бруно Фернандеш. Очень странно. Принимают мяч. Эриксон. Что это? Просто мимо мяча махнул ногой. Удар есть. Анана. В ближнем тащит. И вот сейчас пас на Решфорд. Ну, давай, Реш. Здесь этой свеженький. Надо забить. Решфорд. Не вышло. Хороший такой. Скрытый пас на Решфорда. Решфорд. Передача в центр. Ой-ой-ой. Как жестко вирца сбили. Но арбитр считает, что все в рамках правил. Классная передача на Малена. Мален. Надо забить, Мален. Надо забить. Но нет. Очень сильно устала команда. Здесь Казимира получает желтую. За фол в центре поля. Но там немножко он резанул соперника. Минимальная победа. 1-0. Очень тяжелый матч в Карабау Кап против Астонвиллы. Тем более после поражения от Ман Сити. Но хотя бы так. Хотя бы так расстроен, конечно, тренер Астонвиллы. Потому что две перекладины при стандартах. Там еще куча ударов было. Но мы, ребята, выиграли. Смотрим на результаты других встреч. Ливерпуль только лишь по пенальти. Плитвуд Таун обыгрывает. Ньюкасл также, скрипя зубами, обыгрывает по пенальти Лестер. Берни выигрывает Бристол Роверс. Тоттенхэм 1-0 обыгрывает Вестхэм Юнайтед. Как мы видим, Брэдфорд побеждает тоже по пенальти. Уотфорд уступает Итс Юнайтед. И Брайтон обыгрывает Стокк Сити. Мы по-прежнему на первом месте. На втором месте Ньюкасл. На третьем Манчестер Сити. И у нас пока отрыв на два очка. Ну вот так за один матч мы, конечно, ухудшили статистику пропущенных. И, ребята, давайте тогда отправляться на игру против Саудгемптона. Мы играем дома. Вот состав их команды. Они полны сил. А у нас, ребята, сегодня такой снова полурезерв. Потому что через два дня на третий игра ответная в группе с Ливерпулем. С Ювентусом, ребята. Так что нужны силы. Поэтому вот такой состав выходит. Сегодня даже Харрис с первых минут появляется на поле. Вирса сегодня нет даже на замене. Потому что он очень сильно устал. Он отдал все силы в кубковом матче против Астон Виллы. И, к сожалению, у него, походу, та же проблема, как и у Решфорда. Он не успевает просто восстанавливаться. Хотя молодой парень. И вот странно. Вроде бы играет здорово. Но, к сожалению, восстанавливаться не всегда успевает. Поехали. Показывают нам Хойлунда. Он на данный момент по-прежнему лучший бомбардир. Никто не смог его догнать. Но вот матч с Манчестер Сити прервал его голевую серию. Когда он забивал в каждом матче сезона. Я имею ввиду в каждом матче именно чемпионата. Еще одна атака. Момент. А Нана выходит. Но здесь была другая такая атака вратаря. А теперь уже, ребята. Антони. Вот что нужно было сделать Харрису. Он пытался это придумать. Но не вышло. Антони. Попытка удара. Пока соперник отбился. Снова Харрис. Подача в штрафную. Ребята, как Хойлунд сложился. Как он это пытался исполнить. Ну и снова. Просто сто лет переключает на футболистов. Ну и все-таки штрафной. Зафиксировал главный арбитр. Такое чувство, что футболисты Саундгемптона на это и рассчитывали. Переподача. Удар. Мяч в воротах. 0-1. Снова начинаются вот эти качели. Старт сезона получается отличным. А потом, ребята, мы снова теряем хватку. Где нехватка сил у нас начинается. Начинаются проблемы. Передача в центр. Эриксон. Бруно Фернандеш. Хойлун. Забить. Койлун, ребята, забивает. 25-я минута. 1-1. Ну, жаль, конечно, это было не ножницами. Но тоже неплохо. Он открылся. Прокинул. И здесь он просто уже не оставил шанса в вратарю. Вот если бы он запоздал с ударом, вратарь бы успел накрыть. Он уже здорово выходил. Скользил под мяч. Чувствуется, как она раскрылась после двух забитых голов. 30-я минута. И Насио. Влупит по ногам сопернику. Но можно продолжать. Подача есть. Анана. И Хойлунд разгоняет новую атаку. Смещается к центру. Антони. Ковсайд был. Да. Антони. Классная передача на Хойлунда. Хойлунд. Надо забить. Передача на Харриса. Не знаю, получится ли у него убежать от соперника. Не самый быстрый парень в нашем составе. Харрис. Передача на Хойлунда. Хойлунд убирает соперника. Бьет поворотом. И попадает в бедро. Мы продолжаем. У нас начинаются вторые 45 минут. Пока что по голу. Забили. Команды. Хойлунд. Классная передача на Ван Бисаку. Здорово. Здесь треугольничек разыграли. Ван Бисака. А что с воротами? А, это вратарь в тени стоял. Я думал, ворота были пустые. Ван Бисака в них не попал. Ребята. Я серьезно подумал, что вратаря нету. Я подумал, опять очередной баг. И я ударил так, знаете, ну, просто на отвали. Потому что не хотел сбивать в пустые. Но вратарь там был. Он просто спрятался. Опасный момент. Удар. Перекладина. Хотя казалось, ну не так все опасно было в этом моменте. Новая атака. Саут Гемптона. Передача в центр. Ой-ой-ой. Как здесь? Как здесь? Увело просто деликты. Хотя можно было сделать отличную передачу. Замена в составе Саут Гемптона. А у нас по-прежнему такие тени, что я опять ни черта не вижу игроков. Груно Фернандеш пролетает мимо мяча. И Насио пытается выстроиться здесь. Вдоль линии штрафной. Опасная передача. Она нас спасает. Подача в штрафную. Ну же, Эриксон, ударь. Там кажется пенальти. Кажется пенальти, но мы сейчас посмотрим. Что же там было? Надеюсь на хороший повтор. Смотрим. Ну кулачком. Кулачком подыграл футболист. Саут Гемптона. Бруно Фернандеш. Наш штатный пенальтист покидает поле. И выходит МакТоминай. Разбег. Удар. МакТоминай. Вышел и забил. Вы знаете, что самое интересное? Ладно, баги в игре. Но как у вас на рандоме цветокоррекция работает? Причем, что она, я замечаю, меняется часто просто по ходу игры. То поле может быть темное, то светлое. Я, честно, не знаю. Мы вышли вперед. Тяжелые сегодня. Очень тяжелые матчи. Хорошая передача в центр. Где мяч? Мяч у соперника. Три игрока наших рядом. Антони. Заскочил в штрафную. Не вижу линии. Линии не вижу. Сколько там еще? До конца поля. Четыре минуты добавил главный арбитр. Они, ребята, истекли. Ну и пора бы свистнуть. Пора бы свистнуть. А он дает провести атаку Саутгемптону. Ван Бисака. Только не выключайся. Опасная передача. Скидка под удар. Отбились. Ну и все. Ребята, сегодня просто какие-то гипертяжеленные матчи. В двух из них у нас получилось выиграть. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Снова на нервичке. Вот этот вот оголенный проводок. Сегодня на протяжении всей серии нас караулил. Я надеюсь, вам понравилось. Поддержите видосик лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Залетайте в телегу. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok